В эфире национальной вещательной компании САХА «Квадратный метр». Программа не только о строительстве. Сегодня мы поговорим о цифрах и жадности. Меня зовут Александр Лысак. Здравствуйте. Начнем с цифр. Минстрой России сообщил о рекорде ввода жилья, который был достигнут еще в прошлом году. В 2015 по стране показатель составил более 85 миллионов квадратных метров. Однако за 8 месяцев этого года он сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 почти на 6%. Это объясняет падением объема построенного жилья за счет средств населения, что связано уже в свою очередь со снижением реальных располагаемых доходов граждан. Об этом мы поговорим чуть позже. Если в целом по стране есть уменьшение, то в Якутии наоборот отмечается существенный рост ввода жилья. Данные опубликовал территориальный орган Федеральной службы госстатистики по республике. Так, за 9 месяцев 2016 года введено в эксплуатацию 300 тысяч квадратных метров жилья. Это почти на 8% выше, чем в прошлом году. Примечательно, что рост обеспечивается главным образом за счет индивидуального жилищного строительства. С начала 2016 построено 120 тысяч квадратов индивидуального жилья с превышением прошлогоднего уровня, обратите внимание, на 23%. Несмотря на внушительные цифры, никто не скрывает, что за последние два года сложная ситуация в экономике сказалась на ипотечном рынке. Покупательская способность населения снизилась. Не всем по карману покупать недвижимость, пускай и в кредит. В 2015 году у правительства появилось решение – ипотека с государственной поддержкой. Программа должна была не только стимулировать потенциальных покупателей, но и поддержать строителей. Суть заключается в уменьшении процентной ставки по жилищному кредиту до 12%. Что касается остальных условий, первоначальный взнос должен быть минимум 20% от стоимости недвижимости. Максимальный срок кредитования – 30 лет. Наибольшая сумма займа – 8 миллионов для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. И 3 миллиона для остальных регионов России. Ну и, конечно, квартира не должна быть на вторичном рынке. Только новостройки. Изначально ипотека с господдержкой была рассчитана до 31 декабря 2015 года, однако ее продлили до марта, а затем и декабря 2016. Логичный вопрос – а продолжится ли действие программы? Его задали журналисты телеканала «Россия-24» министром строительства страны Михаилу Меню во время недавнего международного инвестиционного форума в Сочи. Каждая третья квартира в течение последних двух лет, которые покупались по ипотечным кредитам, это квартиры, купленные с государственной поддержкой в рамках программы субсидирования процентной ставки по ипотеке. То, что касается будущего, то решение будет Дмитрий Анатольевич принимать как председатель правительства. Мы сегодня готовим различные предложения, но в том виде, в котором существует сегодня эта программа, она не имеет своего смысла, потому что, напомню, мы начинали эту программу, когда была крайне высокая ключевая процентная ставка Центробанка, начиная с 17,5%. И, конечно, тогда разница между коммерческой и субсидированной процентной ставкой была от 5 до 7%. Сегодня уже разница порядка 1-1,5%. И в такой конструкции большой роли эта программа не сыграет на будущий год. Поэтому мы ищем возможные другие варианты, либо это будут отдельные категории граждан, либо отдельные программы. Мы предложения правительству подготовим, я думаю, что в течение оставшихся дней сентября и октября. Российские банки выдали почти 900 миллиардов рублей ипотечных кредитов. Это только с начала года. Показатель почти на 40% выше, чем за аналогичный период 2015-го. По информации Центробанка России, одним из факторов, повлиявших на рост, и стала господдержка ипотеки. Тем не менее, во многих банках есть и другие виды займов, и различные программы, чтобы гражданин все-таки обрел крышу над головой. Еще месяц назад на этом месте был пустырь, а сегодня уже не терпится отметить новоселье, рассказывает новый житель поселка Жатай. Глава семьи смог осуществить все свои мечты. Это дом на 108 квадратных метров, а рядом гараж на два автомобильных бокса. В этом семье Амосовых помогла программа «Свой дом» от Алмаза и Генбанка. Землю мы приобрели 3-4 года назад. Кредит оформили в начале июня. Сразу подписали соглашение с компанией ИЖС ипотека. 1 миллион 900 тысяч рублей мы оформили в кредит. Из средств Алмаза и Генбанка мы вряд ли смогли бы построить такой большой дом. Программа «Свой дом» разработана Алмаза и Генбанком совместно с правительством республики. Она нацелена на строительство сельской местности. На сегодня такой поддержкой пользуются жители 18 районов. Данный продукт предназначен для населенных пунктов численностью не более 20 тысяч человек. Процентные ставки начинаются от 9,5% годовых и можно без первоначального взноса. Для того, чтобы не было застоев, сотрудники банка вплотную работают со строителями. Аккредитацию прошли более 100 строительных организаций. По этой программе где-то в порядке 10 домов построили до этого момента. А так заявки тоже есть. Будем строить где-то до конца ноября. Помимо этого проекта, Алмаза и Генбанк предлагают программу «Новая квартира». Она также действует в сельской местности. Данная программа «Новая квартира» позволяет жителям районов приобретать квартиры в строящихся домах, полностью благоустроенных, с низкой процентной ставкой и без первоначального взноса. Консультацию можно получить в офисах Алмаза и Генбанка. Здесь же можно оформить заявки по специальным льготным программам ипотечного кредитования, решая тем самым самый насущный вопрос социального плана – жилищный. Интересный факт, что Алмаза и Генбанк занимаются не только кредитованием населения. Финансовое учреждение на 80% принадлежит правительству республики, а значит, его вполне можно считать социально значимым. Сейчас объясним. Все помнят историю с домом на Ленина 27 в Якутске. Летом 2015-го на стене старой пятиэтажки образовалась огромная трещина. Всех жителей и арендаторов моментально эвакуировали. История вызвала огромный резонанс, ведь почти все квартиры были приватизированы. То есть по закону собственникам не должны были предоставлять новое жилье. С людьми даже встречался глава Якутии Егор Борис. Я возьму это под личный контроль, с учетом вашей просьбы. Это первое. Второе, МВД передать начальнику МВД и министру, чтобы организовали дежурство постоянно, пока дом не снесет. Пока дом отсюда не уйдет, вещи не везут в караутке. Под особый контроль. И решение все же нашлось. Егор Борисов поручил Алма-Сергенбанку стать инвестором расселения жильцов многоквартирного дома. В итоге банк предложил собственникам приемлемую цену. 65 тысяч рублей за один квадрат в трехкомнатной квартире и 70 тысяч в двухкомнатной. Простыми подсчетами можно прийти к выводу, что банк выкупал три комнаты в обычной сталинке, пускай в центре города за 5 миллионов 300 тысяч рублей. Равноценно просторной трехкомнатной квартире в доме 112 серии в районе Саха-Цирка или 203 микрорайона. Почему нет? И жильцы почти все согласились. Ключевая фраза – почти все. С семерыми собственниками банк не смог договориться. По сведениям учреждения, в этих квартирах размещались гостиницы, адвокатура, магазин техники, нотариальная контора, которые по документам все равно оставались жилыми помещениями. Вместо предложенных 65 тысяч рублей они запросили 150 тысяч за один квадратный метр. Трешку энергичные люди оценили в 12 миллионов. В один момент сталинка превратилась в элитное жилье. Хотя бы по цене. Это, как вы уже поняли, мы говорили о жадности. 2 марта 2016 по инициативе «Алмаз Иргенбанка» состоялось общее собрание собственников многоквартирного дома, которое большинством голосов приняло решение о сносе дома. 5 марта 2016 между общим собранием собственников многоквартирного дома «Заказчик» и АЭП «Капитал технический заказчик» заключен договор на снос дома. В настоящее время дом полностью снесен. И история, скорее всего, получит продолжение. Ведь несогласные жильцы говорили о неком инвесторе, который был готов построить новый дом. Правда, ни он, ни собственники предпринимателей, ни на одном собрании, инициированном банком, так и не появились. Ну и в завершении выпуска поговорим о социальном строительстве в районах Якутии. Начиная с 2003 года в республике в рамках инвест-программы введено 637 объектов в сфере образования, здравоохранения, коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства, социальной защиты, культуры, спорта. В общем, список огромный. А вот какие объекты сдадут в ближайшее время в Ленском районе? Смотрите далее. Решение по строительству детской поликлиники и женской консультации было принято в 2013 году. В том же 2013 году был заключен контракт с застройщиком на сумму 303 миллиона рублей. После его заключения началось долгожданное строительство полностью за счет средств районного бюджета. Почему долгожданное строительство? На протяжении уже многих лет детская поликлиника и женская консультация принимают своих пациентов в старых зданиях. Помещения настолько малы, что, несмотря на наличие кадров, пациентам приходится простаивать в очереди по полдням. Новое здание будет соответствовать всем действующим санитарным нормам. Как я уже сказал, по кадрам у нас укомплектованность детской поликлиники составляет 100% педиатров. Просто сейчас в действующих площадях невозможно организовать полноценный такой прием. Это отдельно будет электронная запись, это и комната для кормления грудных детей. То есть все удобства, которые в современности в нашей возможно организовать для детей и мам, конечно же, будут учтены. Площадь новой поликлиники – 3200 квадратных метров. Переезд детской поликлиники и женской консультации планируется в начале следующего года. А в этом году в Ленске начато долгожданное строительство современного детского сада на 315 мест. Детский сад строится вблизи возведенного микрорайона «Рабочий», который построен для жителей из аварийного и ветхого жилья. Микрорайон весьма перспективен. Строительство детского сада позволит полностью обеспечить нужды не только этого района, но и близлежащих. Строительство ведется по индивидуальному дизайн-проекту. Высотное здание в три этажа. Площадь строения – более 3900 квадратных метров. Общая сумма объекта составляет 391,5 миллиона рублей. На основании договора ГЧП, государственного частного партнерства между республикой, муниципальным образованием и непосредственно застройщиком. Застройщиком выступила фирма ООО «Кинг-95». Строительство этого детского сада позволит полностью снять очередность дошкольно-образовательного учреждения детей с полутора на трех лет. На этом все. Вы смотрели «Квадратный метр». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова